Это номер два. Работаем с ногами, когда человек лежит спиной вверх, то есть сзади. Передвинуться от бедра к икрам. Растираем сначала коленный сустав с двух сторон, захватив его как ножницами. Сначала этими пальцами, потом этими, потом этими. Быстро растирающими движениями. Раз, два, три. Вешли сюда, растерли акилы сухожилия и всю икру целиком. Продольно растерли, потом большими движениями вокруг икроножных мышц. Вертикально делим тоже пополам. Они так, кстати, идут одна и вторая икроножная мышца. Потом пальцами раздвигая их. Это не разминающие движения, а полуразминающие. Растирающие. Захватили, потом ногу снизу и потянули голеностоп на себя. Мягко, вот так вот. Это достаточно приятное движение. Тепло-согревающее. Поставили, оставили, вернее, руку на сгибе, да, и с этой стороны, между своими подушечками ладони, да, зажимаем ахиловое сухожилие и свободным таким движением растягиваем его. Отпустили ногу, натянули теперь пятку на себя, отклонившись полностью корпусом. Ахиловое сухожилие зажали между костяшками пальцев. И вот теперь здесь его растягиваем, как будто в этом пальце массажер некоторый. Растянув ахиловое сухожилие, переходим на кулачок и прожимаем всю икру и бедро. Доходим до седалищной кости, упёрнут с нее, а в этот момент это рукоделый захват. Она схватила за колено с этой стороны, не за колено, а за большую берцовую кость, да, тут есть точки долголетия. Раз, два, три точки. Мы, как бы, с той стороны хватаем, заодно стимулируем человека долголетия. А здесь делаем замок за пятку. Вот у нас плотно нога лежит. Видите? Вот мы их натягиваем на себя. А здесь упираемся в ту сторону, предположим. Практически вот, мы вытягиваем ногу. У некоторых людей, у детей, например, действительно во время массажа у них увеличивается рост на 2-3 сантиметра. Растянули, да, и следующим этапом развернули пятку в ту сторону локтем, да, таким образом мы бедро. Бедро его вывернули наружу, видите? И наша рука сползает по наружной стороне бедра. Обводим ее вокруг большого верстила бедренной кости. После этого можно добавить локтевые техники по бедру, пройтись несколько раз вверх, ну, допустим, раз, два, три, четыре прохода делаем, да, вокруг бедра заканчиваем, вокруг верится лобедренной кости, да, и следующий прием. Мы становимся обоими руками, своим предвлечьями, раздвигаем ноги в противоположную сторону. Тут уперлись опять все дальше, ну, после здесь пятку, и тянем. То есть движение получается вот такое. Заодно и стимулируем себе собственную спину, избавляя себя от скориоза. Вот у меня даже сейчас был хруст. Вот, раз, прохрустили. И теперь приступаем более подробно работать с экраножными мышцами. Для этого опять встали так, чтобы наша точка танцения была по центру нашей рабочей зоны. Внутреннюю медиальную поверхность, сначала проходимся кольцовым захватом от самого ахилла сухожилия до конца. Может дойти до места крепления мышц на крепится выше вот здесь. Теперь внешнюю часть латеральную, тоже так проходим. Теперь все вместе. Разворачиваемся. Проходим пальчиками, так же, как делаю бедро, снизу вверх. Теперь одновременно пальцами и лапа леопарда. То есть у нас палец сжимает и лапа леопарда, да? Вот такая вот работа. Одновременно с двух сторон. И можно включить еще и бедро. Мы тоже его прошли. Уже размяли. И теперь поднимаем обоими колоками вверх. Растираем лапа леопарда. Теперь уже всю ногу перед растиранием. Можно отдельно опять повернуть, развернуть вот эту мышцу к себе. И ее пройти, размять. Для этого у нас открывается камбаловидная мышца. То есть вот их видно. На самом деле на себя ногу. Так у тебя не видно. Вот она идет камбаловидная мышца. Она под икроножными мышцами лежит. То есть чтобы ее раскрыть, мы поворачиваем ногу вот так. И целиком все размяли. Далее переходим к различным видам выжимок. Выжимки у нас стимулируют лимфопоток. То есть они относятся к лимфодренажу. Первое. Это мы ставим. Называется лимфатическая труба Гудвина номер один. Ставим так руки к другу, чтобы по пять пальцев было с каждой стороны. Да, вот правильно. Между ними получается как будто бы труба входит. И мы по очереди снизу вверх. Как паучки пальцами вот так вот сжимаем. И продавливаем. Вот нижняя сначала, да, потом верхняя. Нижняя, потом верхняя. Продавливаем. Всю ногу снизу доверха. Некоторые пациенты говорят, что чувствуют как будто их пожирает какой-то гигантский осьминог. Следующий прием. Это мы пальчиками внедряемся достаточно глубоко, хаотично. И вот так медленно проходимся по всей ноге. Одним, другим, вторым, третьим пальцем. Потому что это не важно как. Это второй получился проход, да? Третий проход, да? Это лимфатическая труба Гудвина номер два. Зажимаем ногу вот между своими запястьями, да? И движемся по очереди, как бы получается, пускаем змейку, да? Вот так вот, по очереди, в сеткой ноге. Смотрите, будет заметно, как оно, видите, мышцы туда-сюда ходят. Коленку так же не забываем. И бедро. И, наконец, лимфатическая труба Гудвина номер три. Делаем кольцо, которое мы можем маневрировать. Мы можем сжимать его и можем чуть подкручивать, да? И расширять. В зависимости от объема ноги, которую будем обнимать. Представляем, как будто бы это у нас вот консервная банка, да? Она, надо через нее пропустить апельсин гораздо большего диаметра, чем эта банка. Он туда вошел и продавился весь. Вот, естественно, маленькое кольцо сделали, да? Идем выше, можно чуть подкрутить. Еще выше, это достаточно болезненно. Так как это лимфатическая система, то мы движемся очень медленно. И вытягиваемся сами, расправляя себе спину. А клиенту все равно поводим в плохую область. После этого мы переходим к разминанию голени и стопы. Но об этом в следующем сете номер три. До новых встреч, дорогие друзья! Итак, сет номер три. Работы с ногами сзади пациента. Мы проработали уже бедро, прокачали лимфу, проработали икру. Теперь, чтобы проработать голень спереди, поднимаем ногу перпендикулярно вверх. Как помните, у нас покров достаточно большой остался, да? А масло-то уже высохло или закончилось. Но, мы предусмотрительно его намазали сверху, поэтому снимаем его отсюда и растираем по всему голеностопу. Опять же, трение. Каждая локальная зона у нас начинается с трения. Растерли. И вот такой прием вокруг бедренной косточки, вот она, ой, берцовой косточки, да? Нам надо мясо, мышцы отжать туда. Для этого рука превращается в прищепку такую, да? Четыре против большого работает. И только не сжимаем, а сжимаем эту прищепку вот так вот. Вжигаясь туда. И опять же, идем давление сверху вниз. Ой, ну, по ноге это снизу вверх получается. То есть, движемся по секторам. Движемся к периферии, да? А все наши движения все равно вниз вот так вот, по касательству получается. Теперь все косточки здесь обошли, проработали каждую в отдельности. Лимфатическую трубу можно опять впустить. Гудрин номер три. Камбаловидно мышцу водо-три. Особенно видно, так тоже вот отдельно и промяли. Можно руку, ой, ногу положились на плечо, Предварительно положить полотенечко сюда. Но можно без этого. Магонями, вот так вот мышцы, отодвинули. Обоями предплечьями. Лот наезжали, вот так вот отодвинули. И переходим теперь разминать стопу. Ну, а о стопе поговорим в сайте номер четыре. Поэтому не отключайтесь, а подписывайтесь на наш канал и смотрите наши видео. Академия телесолюционных практик. С вами был Олег Алабудвин. С вами был Олег Алабудвин.